всем большой привет друзья сегодня будет видео о том что лучше для шпица шлейка или ошейник на съемку этого видео меня вдохновила одна моя подписчица большое тебе спасибо рассказала такую поучительную действительно очень интересную историю о том как порой даже вот какие-то нам казалось бы мелкие вещи выбор шлейки или ошейника могут действительно повлиять даже на жизнь вашей собаки друзья поэтому если вам интересно оставайтесь вместе с нами давайте я вам сначала прочитаю то что мне написала моя подписчица привет яна спасибо за очень интересное видео ваш шпиц просто чудо меня зовут ульяна у меня тоже померанский шпиц рой расскажу историю которая произошла с нами этим летом мы гуляли и рой как обычно бешеным конем несся вперед а потом вдруг он начал хрюкать и задыхаться точно так же как гетсби на видео проблема была в том что мы были за городом и до автобуса нужно было ждать час а то и полтора я не могла ничего поделать и только плакала и гладила роя по шейке добрались мы до ветеринара хорошо что в воскресенье они работают приступы продолжались по 20-30 минут нам сделали два укола один противоаллергический второй противовоспалительный делали рентген взяли анализ крови анализ и рентген показали инородное тело очень мелкое и воспаление трахеи нас ожидала операция ветеринар сказал давайте понаблюдаем если приступы будут продолжаться то операции не миновать но может в некоторых случаях собачка может вычихать или выкашлить это тело слава богу так и произошло отделались легким испугом но скорее всего проблема была в другом когда мы купили собаку я много читала что лучше подобрать ошейник или шлейку под лапки но и остановилась на ошейнике так как большинство твердили ошейники лучше шерсть не так мнут в итоге этот ошейник который был очень свободный собаку не душил все равно передавливал горлышко из-за этого возникло воспаление трахеи самые страшные последствия это коллапс трахеи мы перешли на шлейку под лапки больше никаких проблем и шерсть кстати не мнется и не сваливается теперь всем владельцам маленьких собачек советую никаких ошейников берегите своих питомцев вот такая замечательная действительно поучительная история от моей подписчицы большое тебе спасибо еще раз теперь что я хочу вам сказать по поводу шлейки или ошейника когда я покупала свою собаку заводчица мне сразу же сказала что для шпицам идеальный будет шлейка с круглым сечением речи об ошейнике вообще не шло поэтому мы сразу поехали в зоомагазин который называется cats and dogs купили там шлейку фирма hunter кожаная с настоящими стразами сваровски это точно такая же шлейка как была у нас до этого просто большего размера я недавно шлейку которая нам стало мало разыграла в конкурсе и даже не раздумывала чтобы купить какую-то шлейку от другого производителя купила точно такую же она просто идеальная сносу ей нет она очень хорошего качества делала на все идеально стразики вообще не выпадают хотя каждый день я собакой гуляла то шлейка осталась в идеальном состоянии может где-то чуть-чуть снизу кожи подстерлась в чем еще большое преимущество у шлейки ничего не будет давить на горло вашей собаки если вы увидели впереди какую-то опасность или вам нужно резко дернуть собаку когда на собаке надета шлейка никакой травмы нанести вы собаке не сможете если будет ошейник не дай бог вы дернете не так там такие слабые косточки там такая маленькая шейка можно собаку и удушить и сделать вывихшей и видите видите как подписала моя подписчица что бывает и так что кажется что ошейник абсолютно свободный на самом деле он давит и разрушает внутренние органы вашей собаки шлейки придумали для маленьких собак это очень удобно отнеситесь к выбору шлейки с умом почитайте различную информацию посмотрите какие шлейки есть в вашем городе если например вот такой конкретно шлейки нет посмотрите что есть подобного плана не советую вам покупать шлейку из ткани из каких-то вот ниток или из синтетики покупайте кожаную шлейку тогда все у вас вообще будет хорошо шерсть скатываться спутываться на шлейку наматываться не будет но все равно не забывайте в тех местах где все-таки шлейка прилегает более тщательно прочесывать шерстку смотреть нет ли каких-то колтунов но колтуны у щеночков как правило бывают до годика когда идет активная смена шортки потом проблем с колтунами у вас уже не будет чтобы выбрать размер шлейки я советую вам прям собачкой поехать в магазин там все померить продавец вам обязательно подскажет если конечно возможности такой нет вы будете заказывать через интернет смотрите размерную сетку измеряете свою собачку учитывайте еще тот момент что если вы будете покупать собаке одежду какой-то комбинезон и носить шлейку поверх этого комбинезона соответственно размер шлейки должен быть большим чем если вы просто будете одевать на собаку без одежды очень часто бывает так что вы собираете вашу собачку на улицу показывать ей шлейку собака сразу начинает вертеться крутиться и вы просто не можете ее надеть я вам советую делать точно так же как и я процессе вот этого одевания шлейки дрессируйте собачку говорите команду сидеть как только собачка садится надевайте шлейку и потом собачка при виде шлейки уже будет у вас автоматически садится вам будет очень удобно надевать на нее эту конструкцию никаких проблем испытывать вы не будете потому что действительно когда особенно щеночки маленькие они крутятся вертятся их поймать вообще невозможно но к дрессировке лучше всего приступать когда уже собачка более такая вот у нас шлейка к примеру мы собираемся гулять так что ты скачешь качан вот молодец видите он сел так ну-ка садись я только тебя бы хвалила вот сидит него и просто иногда не хватает терпения в общем так вот он сидит просовываю лапку и здесь вот снизу уже застегиваю давайте я вам уже поближе покажу вот так шлейку многие спрашивают как ее вообще надевать смотрите вот у вас собачка у каждой шлейки есть кольцо кольцо за которое вы цепляете поводок надеваете вот таким образом просовывайте вот сюда голову чтобы колечко было назад соответственно вот сюда вы продеваете лапку если здесь будет вам туго вы можете поменять дырочку сделать послабже либо же наоборот потуже и вот сейчас просто одной рукой снимаю неудобно здесь уже снизу малыш где там наша застежка вот так вот застегиваете и все собака готова сюда цепляете поводочек вот так вот вытаскиваете всю шерсть на сегодня это все я надеюсь я гетзби а также моя прекрасная подписчица которая поделилась этой истории помогут вам определиться что же для вас лучше шлейка или ошейник вы сделаете правильный для себя выбор и порадуете своего питомца этим очень нужным необходимым аксессуаром для прогулок точно так же как я делюсь с вами чем-то таким интересным хочу чтобы вы делились со мной а я уже смогла рассказать это всем остальным всем пока и до новых встреч